Два супер прекрасных города, отличных, классных, в которых жили замечательные, потрясающие люди, которые были богатые, в супер классной богатой земле. Она сравнивается только с раем. Рай. Больше таких мест на земле не было. Содом и Гамора. Давайте поговорим о них. Итак, Авраам и Лот некоторое время были рядом вместе, шли-шли в землю обетованную, и вот места им стало мало, и они имели стада, имели много прислуги, имели семьи, места им было мало. Их стада стали друг другу мешать, и из-за этого стали ругаться их пастухи. Я хочу сегодня зачитывать из украинского перевода, потому что он очень колоритным является и очень классный. И решить эту проблему, ссор, решил Авраам начать решать эту проблему. Это первый звоночек. Посмотрите на поведение Лота. Лоту все равно. Потому что написано так. И сталася сварка помеж пастухами худобы Авраамовой, пастухами скота Авраамова, и та помеж пастухами худобы Лотовой. А хананьяны та перезияны сидили тоди в краю. В этом месте были. Почему упоминаются эти хананьяни и перезияни? Потому что Авраам и Лот, они пришли, божьи люди, в место классное, хорошее, но там были местные жители, хананьяни и перезияни. И это был плохой урок для местных жителей, когда два святых человека ссорятся. Авраам, зная это, что они призваны служить Богу и призваны Бога прославлять, не с ругательствами, он решил проблему ссор пастухов решить. Как он ее начал решать? И промывал до Лота Авраам, нехай сварки не будет между мной и между тобой, и между пастухами моими и между твоими, до близка мы родственники. Мы близкие родственники, он говорит. Мы не должны ругаться. Хиба не весь край перед очима твоими? Відділися від мене. Коли пидешь леворуч, то пиду я праворуч. А як ты праворуч, то я леворуч. И звев лот очи свои, поднял глаза свои лот и увидел всю окраину Ярданскую, что наводнена вся вона аж до Цоару. Цоар это такой классный городок, который был на окраине, на окраине долины. А в середині написано, были перед тем, як Содом та Гамора був знищений Господом, як Господній садок. Були вони. То есть, Содом и Гамора существуют еще, понятное дело. И они были как бы в этих ложбинах, в этой долине. И они были, как Господній садок, как египетский край. И лот выбрав собі цю околицу Ярданскую. И лот вирушив на Схід, и они разлучились, ну в общем, пошли. И наметував, и оселився в рівнинах міста, в рівнинных местах околицы. И наметував аж до Содому. Внимание, до Содому. А люди содомские були дуже злі та грішні перед Господом. То есть, в то время сама местность була крутая і класная, как сад Божий. Единственное, с чем может сравнить тот, кто писал Библию. Каким классным местом была долина Ярданская. Во всем мире, потому что география мировая берется. Это сад Божий, и это Египет. Понимаете, египетский край. Почему? Там, тут пишется наводнена, она была орошаємая водой. Египтяне всю историю свою существование жили, как в раю. Почему? Нил разливался, орошал землю, удобрял илом этим речным. Все росло, все прекрасно. Потом сливался. То есть, стабильная погода, стабильный климат и стабильная экономика. Тут было то же самое. Крутое место, крутая долина. И сравнивает Бог с садом Божьим. Дальше. И Лот поселился рядом с садомом. Не в садоме. Но проходит время. За это время у Авраама родился ребенок. А Лот перекочевал уже, куда бы вы думали, в сам садом. Это тоже очень интересно. То есть, сначала он поселился со своими шатрами, в шатрах, со своими овцами, со своими всеми прислугой, рядом с садомом, просто в долине. Вот. И что дальше происходит? Перед тем, как Бог пришел уничтожить Лота, вернее, садом, там происходил еще один момент. В это время, почти сразу, как только Лот поселился возле Садома и Гаморы, там была одна война. Война какая? Но какая была проблема у царей садомских и гаморских? Они были под оккупацией у других царей. Я сейчас вам назову царей. Они служили и платили дань Кедор Лаомеру. Он был царем Елама. И он был в коалиции военной с еще такими царями. Амрафел, царь Шинера Ауру. Арьох, царь Елла Сара. И еще Тидал, царь Гаима. И они его поддерживали. И вот этот Кедор Лаомер 12 лет держал этих садомских и гаморских царей под оккупацией. И они платили дань и служили ему. И они на 13-й год восстали, Садом и Гамора. То есть они не просто ругались с кем-то, да? Не просто плохие люди. Они восстали. Ну, надоело. Наверное, он облагал их дань и всем. И они восстали. Это восстание было год. А на 14-й год, что сделалось? На 14-й год этот Кедор Лаомер со своими всеми дружками-царями пришли и разбили всех царей Садома и Гамора. Но у Садома и Гамора тоже были союзники. Вот. Их было всего пять царей. В этой долине были смоляные ямы, надо сказать. И Садом и Гамора, они еще, вот эти вот цари, они еще добывали смолу, этим еще промышляли. Но когда у них произошла война, и Садомские и Гаморские цари стали убегать во время битвы, то стали их люди попадать в эти ямы. Но они сами спаслись. А Лота захватили и захватили все имущество Лота. И захватили все имущество Садома, Гамора и вот этих вот еще, которые были с ними. А какие-то города, я просто зачитаю, царь Садома, царь Гаморы, царь Адмы, царь Циваима и царь Белая. И он стал потом царь Цуара. Значит, заметьте, тоже коалиция. И вот потеряли все, но жизнь спасли себе этот царь Садомский и Гаморский. Авраам услышал, что захватили Лота и пошел против царя вот этого Кедор Лаомера и отбил у него все имущество Лота, самого Лота и все имущество Садома и Гаморы. Представьте, каким был Авраам. Это не был какой-то пастух. Там было только в этом хозяйстве тысяча человек у Авраама. Мы не знаем, кого-то он привлек или не привлекал с силой Божьей, но он отбил все имущество и вернул. И вот интересный момент. И вам великая хвала за то, что вы дождались этого момента. Он пришел и возвращает Садому и Гаморскому, Садомскому царю все имущество. И вот, оказывается, Садомский царь говорит, возьми себе все имущество, а мне верни только людей. То есть, у Садомского царя есть совесть. Он понимает, что для него сделал Авраам. Он понимает, что за него Авраам вступился. Он победил его врага, этого Кедор Лаомера. И он понимает, что для него важны люди. Мы всегда говорим, ужасные люди Садома и Гамора. Но при этом они ужасные, злые и грешные, названные Господом. А он ценит людей. Интересненький факт. Интересненький момент. Дай мне не людей, а мае так возьми соби. Все, что имение мое называется, возьми себе. Авраам же сказал цареве Садомскому, «Я звів свою руку до Господа Бога Всевышнего, Творца неба и земли, що від нитки аж до ременця сандалів не візьму з того всього, що твоє». И вот он попросил только тем людям вернуть зарплату, которые с ним были, которым помогли отвоєвати все это. И кто с ним ходил? Народы такие пошли. Анер, Ешкол и Мамре. Так что они свою часть взяли. А сам Авраам ничего не взял себе. А что это говорит нам о Садоме и Гаморе? Они вроде бы названы грешными людьми и злыми пред Господом. Пред Господом. То есть, именно Божьи повеления, да, как-то они... Но вот по-людски, по-человечески, они не были жадными. Не было алчности у Садома и Гаморы. Это так важно понимать, чтобы рисовать картинку. Они не были абсолютно конченными людьми. Как всегда, знаете, все пропащее сразу называют Садомом и Гаморой. Надо менять подход. Надо понять, кто эти люди. Но я вам больше скажу, что сразу после того, как к нему вышел к Аврааму царь Садома и предложил забрать имущество, а вернуть людей, тут же к Аврааму выходит, кто бы вы думали, Мелхиседек. Это было очень интересно и необычно. Значит, Мелхиседек... Вот смотрите. Тогда царь Садома вышел навстречу ему, и он, как он возвращался, разбив Кедор-Лаумера и царей, которые были с ним до долины Шаве. Она теперь долина царская. А Мелхиседек, царь Салима, вынес хлеб и вино, а он был священник Бога Всевышнего. И благословил он его... Вы понимаете, что происходит? Мелхиседек жил рядом с Садомом и Гаморой. И это вообще важно понимать. Мелхиседек жил рядом с Садомом и Гаморой. И он был священник Бога Всевышнего. Вы меня можете как угодно называть и понимать это как хотите. Но Садом и Гамору все люди понимают как самое жутко греховное место на планете за всю историю. Но я вам скажу, что рядом с ним жил самый святой человек. Это Мелхиседек. Потом Христа назвали по чину Мелхиседекова священником, первосвященником. Это личность, которая уникальная, таинственная. Никто не может сказать, кто такой Мелхиседек. Но жил он рядом. И он вынес вино и благословил, и хлеб, и благословил. То есть он тогда, хлеб и вино, он тогда уже совершал обряды, которые описаны. И евреи их примут позже. Появятся они позже. Еще нету скини и собрания. Авраам есть только и все. Нету ни скини, ни храма тем более. Ничего. Никаких еще нет скрижалей. А уже есть священник, Мелхиседек, Бога Всевышнего. Вы представляете? Он был самым святым, как Папа Римский сейчас многими считается. Плохое сравнение. Но он был священник Бога Всевышнего. Самым святым на земле человеком. Рядом с Содомом и Гамморой, между прочим. И тут нужно отметить, что я думаю, что Лот не только выбрал это место, потому что там было классно экономически. Он, наверное, понимал, что там Мелхиседек, царь Салима, царь священник. Но это отступление лирическое. Сами люди. Почему этот царь Содома говорит, забери себе имущество, которое ты отвоевал Аврааму, а верни мне только людей. Знаете, жизнь возле самого главного святого священника, Бога Всевышнего, она не проходит зря. Они могли слышать о Боге и о его принципах любви и праведности. Но в то же время они все равно были грешными и перед Господом, и злыми. Пред Господом здесь вообще в прямом смысле. Рядом с Ним был Господь. Рядом с Содомом. И прямо перед Господом, прямо рядом с Салимом, рядом со священником Мелхиседеком они были грешны. Они это делали. Почему упоминается, что были злые и грешные пред Господом? Потому что они, он не говорит им, что они были просто злые и грешные, а пред Господом. А это значит, что они точно должны были знать Божьи принципы святости и праведности. Абсолютно точно. И то, что они были грешными пред Господом, показывает, что перед их глазами были святые Божьи принципы праведности. Но они грешили. Идем дальше. Это так уже поразмышляйте. Поразмышляйте. Царя Салима Мелхиседека мы оставляем в покое. И дальше проходит, как я уже сказал, время. И вот Бог посылает ангелов. Я не буду останавливаться, кто ангелы. Мы не разбираем сейчас уничтожение Содома и Гаморы в принципе, а разберем вообще судьбу Лота. Вы помните, что в 13 главе он поселился рядом с Содомом. Шатры раскинул. Рядом. Рядом. И там же где-то рядом был Мелхиседек. Причина какая? Праведная, святая. Давай не ссориться. Давай поможем и твоему дому Авраам, и моему. Авраам вообще тогда предложил. Но тем не меньше. Это была святая причина. Чтобы каждая семья и Лота и Авраама жили в достатке. Две семьи, как мы бы сейчас сказали, христиан, поехали на заработки для того, чтобы обеспечить свою семью. Семейные принципы. Что вообще плохого? Ничего. И вот он селится рядом с грешным Содомом и Гамором. Проходит время. Авраама рождается уже сын и не один. Агарь тут и все. Где мы видим, находим Лота? Очень интересно. Прибули обидва янголи до Содому над вечер, а Лот сидел у брами Содомской. Браме Содомской. И побачил Лот и встав им на зустріч и поклонился обличчем до земли та и промовил. Ось, панови мои, зайдите до дому вашего раба и приночуйте. Вони сказали, мы будем на площади спать, а он их себе все-таки в дом завел. Давайте по порядку. Лот не мог сидеть просто так возле ворот Содома. Возле ворот сидели старейшины обычно. Мало того, старейшины обычно там сидели не просто так. Они были как бы управляющие города, главные в городе, совесть города, судьи. Они судили часто, судьи, рассуживали дела какие-то. То есть, запомните, Лот мог быть судьей в Содоме. Одним из. Лот мог быть духовным, моральным авторитетом в этом городе. Он бы не просто так не сидел возле ворот. Второе. Он, когда им предложил переночевать, он не только за их беспокоился, за их безопасность, а он чувствовал ответственность, он как привратник был, он чувствовал ответственность перед, он отвечал за город, как несколько, может быть, старейшин еще. И он понимал, что он обязан проявить гостеприимство первый. Понимаете? То есть, человек был сам по себе классный человек, Лот. Ответственный. Но дальше развернется очень весело. Веселая, веселенькая история. Какая? Приводит он к себе домой. Местные жители узнали, что они пришли к нему. А Лот уже был в доме, заметьте. то есть, он уже перебазировался в садом. И местные жители, люди садома, что сделали? Стали требовать, от малого до старого стали требовать у Лота вывезти их, чтобы их познать. и сказав, братья мои, братья уже означало, что не товарищи граждане, народ, а братья. То есть, он уже с ними сроднился. Он действительно мог занимать у них определенный пост. А такое обращение братья могло действительно говорить о том, что Салим, царь Салима, Мелхиседек, там находился не просто так. То есть, они не просто были каким-то племенем языческим, к которому Бог не имел никакого отношения, пришел их уничтожать. Он к ним говорит, братья. Наталкивает на мысль, что все-таки они могли какие-то принципы Бога знать, и они могли декларировать, что они как бы Божий народ. Частично. Почему я так говорю? Потому что, когда сегодня археологи раскапывают все эти археологические места, то в Ханаане они раскапывают был главный, как мы знаем, Ваал. Вообще-то, он звал его Бааль, и там много их было Баал. Ваал. Но перед этим у всех ханаанских народов был Бог Эль. Это записано, зафиксировано. И вот археологи говорят, что везде находят упоминание Бога Эль. Эля. А Эль, Элохим, это называли так Богом живым евреи, своего Бога и Господа. То есть, но этот Эль, по вот раскопкам, по пониманию, его упоминали как номинально, знаете, как вот самого первого, от которого все пошло. А Ваал, он типа у них перенял их, как бы Ваал перенял их у Бога Эля власть и правил уже он у них. Но Бога Эля, они упоминают эти народы хананские даже во всех своих документах, как начального, как от того, от которого все пошло, творца. Ваал не творец. Они ему служили, приносили жертвы человеческие даже, но они его не считали творцом. Поэтому он им говорит, братя, поэтому Бог говорит, перед Господом злые они были, перед этим Элем, который был их творцом, которого они знали, но умышленно, осознанно отошли. И он им говорит, братя мои, не чините лихого, ось у меня дві доньки, что мужа не познали. Нехай я их до вас виведу, а вы им делите, что вам до вподоби. Только мужам оцим не делите ничего, бо на те вони пришли під тінь даху мого. Вообще, вопрос номер раз крупный. Как может мужчина отдать своих дочерей на сексуальное растерзание? они они могли до смерти затерзать сексуально. Девственниц мало того, что они могли над ними надругиваться физически тяжело, но для девственницы это тяжело, потому что для нее страшно, непонятно это все, она не представляет даже, что такое секс, а тут весь народ пришел и он с легкостью отдает своих дочерей. Вот у меня вопрос и как-то он не к Богу вышел первому, это очень странно, и он пытается идти компромиссы какие-то искать, вы видите, он пытается находить компромиссы, ну давай как-то что-то, ну чтобы хоть я там сохранил лицо перед послами, перед пришедшими людьми. Короче, эти ангелы его затащили в дом, закрыли дверь, это все описывается в 19 главе книги Бытия, ослепили этих граждан Содома и утром ему говорят, все, кто у тебя есть в этом городе, иди и забирай, мы будем уничтожать город, в общем, и ты должен будешь его покинуть. Пошел он утром на рассвете к своим дочерям, я упускал всегда, что у него были дочери, ой, дочери, оказывается, были замужние, у него были замужние дочери в этом городе, и у них были, конечно же, зятья, но, в общем, он пришел к ним и говорит, вставайте, выйдите из этого места, потому что Господь уничтожит это место, город, но, но, в очах зятей, он сдавался, как жартун, жарт шут, а, сошла святая зерница, то янголы ускорили, говоря, вставай, возьми жену свою и обоих дочерей, которые были девственницей, и уходи, то есть дочки не вышли с ним замужние, потому что они послушались мужей, вы знаете, это еще один вопросик к Лоту, как к христианину, настолько он знал живого Бога, а он ходил с Авраамом очень долго, настолько он знал в кавычках хорошо, а вернее плохо, что дочки его как духовного авторитета не считали ни за что, они доверились своим мужьям, как вы думаете, чьи были мужья, я думаю, садомские мужья были, ничего там другого придумать нельзя, но утверждать не буду, поэтому вот эти дочки замужние, они так изгорели в этом озере огненном, к сожалению, но мы отмечаем первое, что они пострадали, а каким же Лот еще тут показался нам, это я пропустил, когда Лот им говорит начинить злого, лыхого, они пришел сюда, смысл такой, в наш город жить, сам пришел, а теперь строишь из себя судью, что это имеется в виду, очень интересная вещь, они ему говорят открытым текстом, дорогой друг, ты когда сюда пришел жить, а когда он сюда приходил жить, мы это не было сюрпризом для него, они ему говорят, но ты пришел сюда к нам жить, ты же понимал уклад нашей жизни, да, тут богатая жизнь, они ему сказали, да, тут богатая жизнь, но ты же понимал наши принципы свободной жизни, свободной вот любви, ты же это понимал с самого начала, а с самого начала Библия пишет, они были злые и грешные, пред богом, и теперь ты корчишь из себя судью, а почему они ему корили судью корчишь из себя, они вот тут два укора сделали, три, то что ты когда пришел ты знал наши правила этого города, этой местности, потом второе, он их просто призвал не делать зла, а они потом ему говорят, ты корчишь из себя судью, то есть, а он точно был судьей, одним из судей Содома, потому что они тут ему укололи вот этим словом судью корчишь из себя, то есть, он был судьей, они его назначали судьей, скорее всего, но но они тут ему сказали слушай товарищ кто ты такой откуда ты пришел ты никто ты никто потому что ты пришелец ты наши правила знаешь но сам их не соблюдаешь но ты же их знаешь что ты выделаешься почему ты делаешь вид что ты ничего не знаешь удивлен что мы пришли к тебе тут познать строишь из этого что-то необычное судью из себя корчишь то есть эй ты судья недоделанный да вот как обычно говорят то есть они его лишили титула судьи они его титул судьи который самому и дали возможно презрели и они ему сказали отойди и пошел вообще вон отсюда это очень интересный момент почему сам сам лот он скорее всего не делал того чего делали они но благотворного влияния христианского божественного он не произвел почему он знал их принципы и они его укололи а как же ты мирился с этими принципами раньше а как же ты даже был судьей тебе не было противно жить в нашем обществе ты товарищ они его укололи этим а тебе не было противно зарабатывать в нашем городе не было да ты первый раз увидел вдруг что мы мужики собрались тут познать пришельцев первый раз какое удивление для тебя лот они даже его спрашивают а что за лицемерие он им не привил святости а сам почти потерял да он чего-то не делал но он во многом шел на компромиссы живя в этом городе и скорее всего будучи судьей он не мог не идти на компромиссы и не закрывать на многие вещи глаза и в этот момент они его укололи и в этот и это кульминационный момент Содома и Гаморы вопрос уже не в самих людях не в народе спасать их не спасать плохие они или хорошие здесь вопрос христианина а я бы сказал это портрет современного христианина современные христиане живут рядом с миром потом они переходят в мир погружаются в мир они еще как-то пытаются соблюдать свои принципы божьи библейские но они во многом идут на компромисс они во многом соглашаются с обществом а потом бывают какие-то моменты когда вот край переполняется они пытаются взывать к совести а им говорят слушайте а что вы вообще взываете к совести вы же такие вы же все видите вы же все а что вы раньше не взывали к совести эй вы это очень важная мысль лот не привел к святости народ рядом с которым поселился лот не привел к святости своих дочерей которые замуж вышли он не стал авторитетом и он не сделал авторитетом бога он сказал что бог придет убивать этот город а его дети его не не послушались для них бог был уже никем вот такой был хороший праведник лот и третья жена она обернулась когда бог сказал не оборачивайся она обернулась и остались две девственницы дочери но и тут я вас должен разочаровать они то не обернулись они шли за лотом они вышли из садома послушались его но 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 у всего есть свое но когда лот выходил он попросил у ангелов бога вот такое господи ось твий раб то себя иметь не дулот знайшов милість в очах твоих и ты побольше свою милість что сделаешь ее за мною чтобы зберегти при жизни мою душу но я не встигну сховаться на гору чтобы не спиткало меня зло и я помру ось место это близко чтобы утекти туди а воно маленьке нехай сховаюсь я туди и он побежал в город Цоар Цоар маленький городок переводится как мелочь лот богу дает понять я понимаю что я поселился в мегаполисе а тут разврат и все такое но дай уже хоть спрятаться мне в этом маленьком деревеньке в этом городке поселке может быть Цоар Цоар как мы уже сказали был на окраине этой долины но не на горе а просто на окраине и бог ему говорит ось я прихилився до твоего прохания чтобы не зруйнувать место про яке ты сказал швидко сховайся туди бо я не зможу ничего зробить аж поки не прийдешь туди в общем он ему бог говорит иди туда прячься и я подожду пошел туда и солнце зашло над землею а лот прибыл до Цоар это было очень близко и лот успел прийти туда внимание лот пришел в городок Цоар как вы думаете в городе есть люди или нет конечно есть даже если это поселок даже если это хутор там хоть две хаты но есть иначе городом это не называется это называется гора долина но не город мисто город господь послал на Содом и Гамуру дождь и серый огня жена лотова обернулась в общем она его не ставила ни во что все равно лота ну и то есть ну дочки остались интересно стал лот для дочерей авторитетом представьте себе сжигает бог Содом и Гамуру лот попросился в город Цоар маленький городок бог ради лота спасает и избавляет от гибели жителей Цоара и поднялся лот из Цоара и осев на горе и обидві дочки его с ним бо боявся пробувати в Цоаре вот он был в Цоаре некоторое время он видел людей и и дочки понимали что там есть люди но дальше идет такой маразм такой можно сказать бред но такое не придумаешь даже ну не знаю никак не придумаешь в Содоме и Гаморе люди пришли совокупляться с пришельцами с гостями города но это с чужими людьми не будем брать пол да уже ладно чужих людей пришли познавать тоже не вмещается в голове но дочки переспали садцом и промовила старша молодший наш батько старый а чоловека не мает в цем крае чтобы пришел до нас как звичайно на целой земле ходи напиемо свого батька вином и покладаемо с ним и оживимо нащадки от нашего батька и ночи тие они напоили вином свого батька пришла старшая поклалась рядом с батьком а винный знал колы вон легла и встала и стало с другого дня короче они с ним даже не одну ночь а две ночи зажигали напоили его они понимали что у отца лота это племянник авраама у него не встанут так мозги чтобы совокупиться со своими дочерьми почему у дочек так мозги сработали это загадка природы они только ладно они вы видели как сгорел садом и гамора но они же спаслись в городке цоар там же были люди они не могли не понимать что есть еще живые люди в этом мире есть дядя авраам он что лот не рассказывал им что есть дядя авраам дедушка их фактически он что не рассказывал что есть еще другие города лот вышел из города урхалдейский но надо быть совсем умалишенным чтобы на месте дочек не знать и не помнить что есть урхалдейский ну пешочком туда долго но дойдете найдете себе мужей спать решили с отцом почему они его напоили потому что он адекватный был он на компромиссы шел он кстати они ему отплатили он им хотел отдать их сексуальные утехи жителям города а они ему отплатили так что мало не покажется неосознанно возможно отплатили они его напоили потому что в трезвом состоянии он бы на такой не пошел никогда бред они его напоили переспали и кого родили моавитян и амонитян 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 плена бог вывел евреев амонитян и моавитяне это были самые главные их враги а по факту это их родственники почти прямые прямые прям некуда от самого лота прямиком те от авраама а эти от лота и вот смотрите лот жил с авраамом долго жил но какой-то он был такой и нерешительный и флегматичный и он не хотел решать проблему от маленькой проблемы когда начали ссориться их стада их эти их пастухи и пришло все к чему вроде бы хотели они мир мира хотели чтобы был мир чтобы не ссориться и вот знаете есть такая пословица от благими намерениями выслана дорога в ад благие намерения были авраам и лот они ни разу не хотели чтобы сделать что-то там построить тельца и очень многие люди считают что очень опасно начать грешить явно курить пить а вы знаете мы когда-то Давид сказал изрини на опасном ли я пути мы можем начать не с таких грехов и упасть те грешники он сказал впереди идут мытари и блудницы почему потому что бывают такие святые люди начиная свой путь с благих намерений заканчивают как лот погибелью Давид сказал вот что изрини на опасном ли я пути изрини на опасном ли я пути путь это длинный путь жизненный и и можно по делать выводы о вере человека только по его пути жизненному вот у Авраама был путь один а тоже с перехлестами а у лота был путь вроде от благих намерений но какой сначала рядом поселился сначала вообще был нерешительный и флегматичный и не планировал никак свою жизнь куда выведет туда выведет потом уже Авраама не хватило терпения говорит давай вообще-то уже разъезжаться потом лот поселяется в лучшей долине ну по легкому пути пошел выбрал самое классное место на земле самое плодородное садок божий названный то есть легких путей искал потом он поселился рядом с содомом когда живешь рядом с мегаполисом обычно очень много выход от этого ты можешь туда продавать свои товары своих овец и так дальше потом он уже поселился в самом содоме потом он даже стал там авторитетом так сказать влился во власть олигарх власть а потом потом он уже становится на краю погибели и потерял все вот друзья простая идея что те кто считает себя очень святыми должны очень бога просить чтобы бог узрел их пути на опасном ли они пути потому что можно быть очень святым и не делать явных грехов а попасть в такую погибель и какой ты пример подаешь и какой результат твоей веры приводишь ли ты людей к праведности явно видно что лот ни у кого не был авторитетом а бог спас лота по одной причине ради Авраама это тоже записано почитайте почитайте бытие это очень интересно садом и гамора это очень интересные моменты в истории людей человечества и в истории религии они показывают как даже святые кто был лот такой лот был племянником Авраама а Авраам считается главным во всех трех религиях христианство иудаизм и мусульманство Авраам потом Исаак Иаков вы понимаете три это главный человек племянник главного основателя многих народов племянник вы знаете лот мог бы стать рядом с Авраамом таким же как Авраам патриархом и лот мог быть таким же уважаемым но от него произошли языческие народы моавитяне и амонитяне понимаете и это вообще это 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 просто кульминационный такой момент в Библии один из как круто может повернуться твоя жизнь тебе все дано в жизни все ты родился племянником самого крутого религиозного политического и экономического деятеля своего времени а по факту всех времен и народов Авраама и ты все потерял все протерял не хочу поговорить это плохое слово но Бог даже упоминает и Содом и Гамор он сказал что тем людям грешникам последних времен будет хуже лучше будет Содому и Гаморе а почему лучше будет Содом и Гаморе ну Бог знает почему лучше но Содом и Гаморе они вот как сказать они даже приводятся в такой пример пример не хорошего чего-то а в пример того отраднее будет того что они получили как бы свое возмездие и с ними все ясно и понятно а вот такие как лот отраднее почему потому что они в своих грехах Содом и Гамора они тоже страдали и они получили наказание и они знают что они все они уже получили наказание они не ждут чего-то а может быть кого-то даже Бог спасет для вечности мы не знаем бывает такое что Бог прекращает человеческое существование людей народов потому что они очень сильно грешат и они могут привести к погибели вообще всего человечества но каких-то отдельных личностей Бог спасает для вечности и он говорит им отраднее будет Содом и Гаморе это это опять-таки к нашим стереотипам мы в нашей стереотипном мышлении мы не можем себе назвать какую-нибудь церковь чем-то ужасным ой там такой разврат как в церкви нет мы говорим разврат как в Содом и Гаморе а Бог говорит отраднее будет Содом и Гаморе отраднее это радость может быть их даже Бог спасет для вечности а вот таких как лот близких к церкви церковь какую-то христиан верующих каких-то им будет менее отраднее чем и Содом и Гаморе почему потому что они имели столько они жили они знали Бога и они никого не привели к Богу сейчас очень часто делают опросы на улицах наших городов а вы знаете что такое Рождество христианство люди не знают товарищи десятилетия свободы независимости многих стран христиане могут ходить по улицам и говорить свою весть а люди не знают кто такой Христос Бог сказал вы похожи на Лота Лот жил среди народа и люди эти не знали Бога и Бог сказал отраднее будет Содому и Гаморе чем вам христианам которые знали Христа и не проповедовали его не просто формально название называться а вот так поэтому друзья почитайте Содома и Гамора историю еще раз перечитайте это несколько глав бытия и пусть вам будет счастье вот и все и пусть вам будет отраднее чем тем кому Бог уготовал страшное наказание спасибо Продолжение следует...